Это программа Hot Secrets с Алиной Артс. И я продолжаю следовать неисчерпаемые богатства души диджея Руслана Нигматулина. Итак, а что тебя особенно вдохновляет для того, чтобы писать новый материал? Как и в спорте, меня вдохновляли свои успехи. То есть это даже была определенная такая маниакальная зависимость. Мне всегда казалось всего мало. То есть я недостаточно хорош, я недостаточно не пробиваем, как в ту пору, как я был вратарем Symphony уже 11 месяцев на радиостанциях. Но в то же время мне хочется, чтобы каждый мой трек попадал на радиостанцию в горячую ротацию. Но, к сожалению, такое бывает, наверное, только у суперзвезд. И это говорит о том, что есть к чему стремиться. Сейчас у меня уже родилась, если правильно сказать, очередная новая идея. Я думала, ты очередная дочка. Но это же настоящий секрет. Родилась очередная идея, как мне кажется, гениальная. Что касаемо детей, здесь секретов нет. У меня два сына, Руслан и Марсель. На какой музыке они растут, кстати? Ну, конечно же, на той, которую слушает папа, в первую очередь. А в основном, конечно, они любят такой майнстрим, что играется по радио. А сколько им сейчас? Старше 11, младше 7. Первая мою новую музыку слушает супруга. Следом, конечно же, мои дети. Это программа Hot Secret с Алиной Артс. И у меня в гостях Руслан Нигматуллин, выдающийся спортсмен и популярный артист, что практически делает его сверхчеловеком. На сегодняшний момент что у тебя такое происходит в творчестве? В принципе, работа не стоит и не останавливается, наверное, ни на один день. Все время находишься в поиске каких-то новых идей. И хочется, чтобы идея была настолько оригинальная, чтобы действительно сразить публику. Сколько вот обычно по времени рождается одна песня, одна композиция? От идеи до воплощения полного, до конечного продукта, ну, иногда, где-то зачастую, наверное, месяц у меня где-то так. Я только-только выпустил новый трек, который получил название Magical Dream. Опять же, это фортепиано, опять же, это Dream House. Большое количество, особенно интернет-пользователей, качает этот трек. Меня радует, как он стартовал. Я надеюсь, что его поддержат и радиостанции в том числе. Руслан, теперь у тебя свой собственный проект музыкальный. Ты принадлежишь только себе. Никто тебе не планирует, когда у тебя сборы, тренировки. Полностью все время в твоем распоряжении. Много отдыхаешь? Путешествуешь? Ой, несомненно, это одна из самых прекрасных сторон моей новой профессии. То, что я могу в любой момент взять отпуск. Потому что, когда я занимался спортом, у нас был только отпуск, только был декабрь. И достаточно короткий. Последний раз, когда я отдыхал, отдыхал я летом. Следующий отпуск будет сейчас зимой. Я планирую слетать во Флориду. А ты был на Ибице с гастролями? Выступить на Ибице – это для диджея-музыканта самое высшее достижение, которое может быть. То есть, высшее его признание. В данном случае, для меня Ибице остается пока не пределом мечтаний, но один из пунктов, которых хотелось бы достичь. В зарубежной гастроли я уже начал. Начал, опять же, Израилем, Турцией, Кипром, Германией, ближайшим зарубежьем. Но до Ибицы пока не доехал. Ты себя считаешь целеустремленным человеком? В какой-то степени, да. То есть, это определенная даже маниакальная зависимость от своей цели. То есть, я испытываю страшную депрессию, когда моя цель не приближается, а отдаляется. А можешь назвать свой главный недостаток? Опять же, вот ответ на этот вопрос переходит из предыдущего, потому что перфекционизм и депрессия от недостижения цели – это, я считаю, своим недостатком. То есть, я очень тяжело переживаю неудачи. Какой самый счастливый момент был в твоей футбольной карьере и в карьере диджея? В спортивной карьере самый счастливый момент у меня был, когда мне удалось достичь определенных высот, самых высоких, наверное, которые мог достичь российский футболист на тот момент. То есть, личных достижений я был признан лучшим вратарем, лучшим футболистом, лучшим спортсменом страны. То есть, это был, наверное, самый счастливый момент. То есть, не, наверное, а точно, сто процентов. Самый счастливый момент моей музыкальной карьеры – тот момент, наверное, когда мне позвонили с Европы Плюс и сказали, что мой трек занял в второе место. То есть на данный момент это больше всего меня порадовало в музыке. А давай немножко поговорим про интернет. Это тоже неотъемлемая часть для артиста. У тебя есть какие-нибудь странички в интернет-сетях? Начну с того, что я есть во всех социальных сетях практически. По-моему, неизвестных. Я поддерживаю достаточно активную жизнь. Самостоятельно или с помощью администратора? Только самостоятельно. Подожди, но тебе же приходит огромное количество писем. И на вопросы «Руслан, как дела?» ты отвечаешь? Редко. Потому что действительно всем ответить на вопрос «как дела?» достаточно сложно. Но это святое, то есть это моя личная все-таки страничка, и я должен сам ее ввести. И зачастую я, да, захожу на страницы каких-то звезд. Становится понятно. Становится понятно, что это не страница какого-то человека, а это просто, скажем так, обложка. Потому что не видно, не чувствуется жизни в этой социальной сети. Что касаемо, опять же, интернета, совсем недавно я, наконец-то, выпустил свой официальный сайт. Уже как... у меня был официальный сайт меня как футболиста. Сейчас я выпустил официальный сайт как музыкант. русланникматуллин.ру Так что всех своих, я надеюсь, поклонников и поклонниц прежде всего зову, приглашаю. Несомненно, я понимаю четко, что public relation – это не пустой звук. Это определенная работа, которой нужно заниматься. То есть, и такая работа ведется, несомненно. Но я тоже так же четко отдаю себе отчет, что звездой становятся они на тусовках, а звездой становятся благодаря работе, которую ты выполняешь. То есть, можно быть королем тусовки, но быть пустым местным, по большому счету. И таких людей полно. Я все-таки считаю, что я должен писать хорошую музыку, которая понравится большому количеству людей. А потом же все остальное придет. Как ты оцениваешь наш российский шоу-бизнес? Одним словом, наш российский шоу-бизнес. Все звезды отвечают у меня на этом диване, на этот вопрос. Я понимаю, да, вопрос очень такой непростой по поводу нашего шоу-бизнеса. Одним словом, если я характеризовать, кто-то назовет это помойкой. Я же назову, что это достаточно интересная атмосфера, в которой достаточно непросто выживать. И у тебя на тему этого выживания есть свой план? Несомненно, определенная стратегия. Руслан, ты знаешь, я думаю, сейчас будет для твоих поклонниц очень приятный момент, потому что я тебе хочу сделать небольшой подарок. Это 30 секунд нашего эфирного времени прямо в камеру. Полная импровизация, все, что ты хочешь сказать. Не знаю, признаться в чем-то или сообщить о каком-то событии прямо сейчас, и я не буду тебя останавливать. Ой, как это неожиданно и как много хочется сказать. Но прежде всего я хочу обратиться ко всем любителям хорошей музыки, танцевальной музыки и поздравить с наступившим Новым годом. И пожелать, чтобы в этом году, так же, как и у меня, все задуманное сбылось и все было прекрасно. Спасибо тебе огромное за твое хорошее настроение, за твой позитив, за твои откровенные ответы. Очень с тобой, конечно, приятно. Спасибо. Думаю, что, наверное, после каких-то твоих грандиозных событий ты вновь приедешь к нам в студию, и мы будем очень рады тебя видеть, тем более, что у тебя есть абсолютно хитр на Европе Плюс ТВ. Да, спасибо. Спасибо. Программа «Ход Секретс» дает вам шанс услышать самые свежие новости и самые искренние признания звезд из первых уст. Заходите на сайт европа-плюс-тв.ком, а также наши странички в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. С вами была Алина Арц. Увидимся через неделю с новой порцией секретов.